Леонид, Давид, у вас есть музыкальное образование? Какая музыка играет у вас в машине? С самого детства, вот вообще, с самого детства я увлекаюсь музыкой, сам пою. Я, в принципе, самолучка, но всегда сам слушал, разбирал иностранных артистов. Я раньше был и рокером, и металлистом, и сэйл слушал, и армбей. Кузинский металлист. Конечно. Я ходил вот с такими волосами, как когда в это время у меня отец же профессор, исторических наук, и он хотел бы, что я тоже был профессором исторических наук, а я был рокером, музыкантом, и для него каждый день был просто невыносимый, когда я проходил домой с гитарой, с тономными волосами, представляешь? Нет. Да. Так что, да, от темы не отходим. Я самолучка, в принципе, и мой дед был руководителем... Самолучка еще, что Грузия считается самой поющей нацией, у тебя это в крови уже было, самолучка. Знаешь, как Грузия называют? Советские негры. Советские афроамериканцы. Они только поют и танцуют. Так что не удивляйтесь, пожалуйста, что Грузия поет. Следующий вопрос к Насте. Настя, как, Нанночка, расскажи немного о дочи. О дочи не рассказываю сейчас. Оставьте мне что-то личное, я вас очень прошу. Не за что. Так, еще вопрос касательно детей к Давиду. Вот у Настя есть доченька Нанночка, Давид, а у вас есть дети? По-моему, нет. Не помню. Нет, к сожалению, детей пока нет. Но очень хочу. Очень хочу. Помогите. Марина пишет, Настя и Давид, а будет ли продолжение, например, тур по городам Украины, где можно купить ваш Синджи? Только не вестись. Мы не отвечаем на этот вопрос, я вас вообще прошу. Николай. Николай, прошедший. Николай. И у ангелы. Не поленился порыться в интернете и нашел, что в юности вы увлекались роком и джазом. Как так случилось, что поэти популярную музыку? Или роком и джазом сейчас нельзя заработать? С возрастом все меняется. Меняются вкусы, меняются отношения к музыке. И в каждом возрасте есть какие-то увеличения определенной музыки. Мне тогда нравится рок. И сейчас мне нравится, но уже этим не увлекаюсь. Сейчас я более спокоен. Сейчас я уже на пенсии. Пенсии. Пою спокойную музыку. Эпидемия. Пенсии. Ну, кстати, много песен, которые будет в моем альбоме, они раньше были в рокового направлении. Как печатная ушинка, честное слово. Как у вас так получается? Плесно. Сама удивляюсь. Классно, что меня в ВКонтакте переписывали. Я пока пишу, думаю, что... Настя сейчас не тут пишет, а на сообщение. А как смешно. Следующий вопрос, Алекс. Настя, огромный и пламенный привет из города Самара. У-у, привет. Был в своем концерте, когда приезжала к нам вместе с фабрикой. Ты очень нравишься. Мои золотые. Скажи, а ты не думала включить в альбом свою инструментальную музыку? Она такая же классная, как и твои песни. Целую, Алекс, с надеждой снова увидеть в нашем городе. Мой золотой. А когда ты слышала мне инструментальную музыку? Он тебя перебудил, сколько? Ну да. Ты приняла перебудил. Нет музыки, да, инструментальные? Нет. Вы только поедете. Я не Дудинка, я не могу с телосмещен. Да, инструментальные музыки. Все впереди. Таня, Давид, правда ли, что по образованию вы археолог? И как попали в шоу-бизнес? Ну, как я попал в археологию, лучше я скажу, чем в шоу-бизнес? В шоу-бизнес я, наверное, был с детства, я увлекаюсь музыкой, с самых маленьких лет. А археолог просто, у меня отец, профессор исторических наук, и, естественно, у меня было большое влияние от него. Я с самого детства ходил в экспедиции на археологические раскопки. Я очень любил эту профессию. Это очень романтично, очень интересная профессия, я так считаю. И я не желаю, что я поступил на историческую профессию. Это мне не помешало. Приятное воспоминание. Какие-то раритеты находили на раскопках? У меня специализация каменный век. Поэтому мы вели раскопки в основном в пещерах. Очень романтично, очень красиво. Когда пещера еще новая... А если бы ты там потерялся, шо бы ты делал? Я терялся много раз. У меня против всех, чтобы меня находили. Ну, очень просто. Пещерный ты наш человек, Давид. Конечно. Я находил проект про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про-про Адедово от эмиссионих. Мы все похоронены на родину. Я выбрала. Шахамар, берите вашу. Игорь Александрович, добрый день, Анастасия. Я постоянно слежу за вашим творчеством, начиная с фабрики звезд. Всегда за вас голосую и считаю вас настоящим артистом. Мне очень жаль, что вы не поехали на Евровидение, но я точно уверен, что очень скоро сбудется ваша мечта и точно туда поедете от Украины. Спасибо большое. Посмотрев клип и новую песню «Между нами небо», она мне очень понравилась. Единственное, что я бы туда добавил, твой народный вокал, ведь это твоя особенность, которую нужно использовать. Ну, как бы пожелание. Спасибо. Фан-клуб. Давид, привет. Пишет тебе Харьковский фан-клуб «Дома-2». Поддерживаете ли вы связь с участниками шоу, с кем именно? Я уже очень хочу избавиться от этого табу. Не потому, что мне стыдно, что я был на «Доме-2», просто я уже занимаюсь другими. Это было шесть лет назад. Останется такая сложность. Я был тогда еще другой, занимался другими делами. А сейчас я пою, я пишу песни, я выпускаю альбом. И мне бы очень хотелось, чтобы люди меня узнавали по моему творчеству, а не по «Дому-2». По «Дому-2» я могу очень интересно, очень хорошо. Ага, благодаря «Дому-2» ты стал Давидом. Нет. И, между прочим, мне очень в жизни помешало, как то, что я был на «Доме-2». Шесть лет я поэтому сделал такой огромный перерыв на радио, на телевидении. Почему-то так принято, что «Дом-2» посмышащая и как бы... Ну, все равно, благодаря этому, как бы, все-таки, ты дальше пошел. Благодаря «Дому-2» ты стал более известным. Потом ты уже... Ну, это парадокс, конечно, но... «Дом-2» в свое время имел нереальные рейки. В свое время. Конечно. В свое именно время, шесть лет тому назад. Да, сейчас уже не то. Мне вообще не нравится сейчас. Ни участники мне не нравятся. Я вот один раз. И ни на повреждения мне не нравятся. Я был еще с первого поколения, когда были там «Маева», «Данаева», «Буня». И, пожалуйста, мне плохо уже. Ну, не говорю. Почему так? Ну, не перечисляю. Я не могу это слышать. Правда? Я просто очень любила смотреть, а значит переживала. Ты же мне письма передавала. Так, ну вот, Настя, а ты хоть раз смотрела телепроект «Дом-2»? Спрашивай. Честно, вот один раз. Один раз только ради спортивного интереса. У меня, знаете, как плохо стало? Особенно, когда они сидят возле костра. «А, ну я же там, а я же здесь». Это все. Это все. Я хочу сказать, что я вот после того, как я оттуда вышел, действительно понял, что бешеные рейтинги. Мы думаем, бешеные. Вот бешеные. Несмотря на то, что все вот так говорят, как ты. Я один раз случайно смотрела, но я тебя помню. Или дай мне автограф, пожалуйста, не для себя, но для тещи. Вот зачем ты говоришь? Ну так приятно же. Ну ты ладно не смотрела, но очень многие люди стесняются этого говорить. Вот почему стесняются, я не знаю. У нас так принято. «Дом-2» – лохи. Наши футболисты – лохи. Наши политики – лохи. У нас получается, давай сиди тогда дома, и на что не смотреть. А только тихоря. Знаешь, что все смотрят там на хозяйки. Нет, если бы «Дом-2» не затерялся, а вот этот «Дом-2» на самом деле это есть. И «Дом-2», и наши футболисты, и наши политики, и наше все – это есть мы. Это наши дети, это наши соседи, это наши родственники. А зачем так все свое отталкивать? Я вот не могу понять. Ну серьезно. Шарлотта, привет. Как Мика Ньютон могла занять четвертое место, а ты с таким голосом одиннадцатым? Рассказывай. Значит так. Я, будучи гражданкой Украины, в миллионный раз объясняю. И мне, и до меня, и вообще, мне не имеет никакого отношения украинское Евровидение. Потому что меня там не было. Обсуждать меня не имеют права. Потому что я ездила от России, от другого государства. А вот когда я поеду от Украины, и займу там какое-нибудь место, надо обсуждать сколько угодно. Ну, я могу сказать, что я безумно счастлива за Украину. Я болела за нее. Я болела за Ксению Симонову. Благодаря ей, я считаю, что ее крах был спасен. Потому что я очень давно дружу с Дени. И я ее еще поддерживала, когда она была Украина Моя Талант. И она мне больше всех нравилась. Я считаю, что благодаря этому это успех. Но я не из тех людей, которые, вот знаете, у нас принято как? Обосрать. А потом, когда ты приезжаешь, там, о, ты молодец. Мы так за тебя болели никогда. Мне она как и не нравилась. Не нравится и не будет нравиться. Никогда. Не ее творчество, не все, что она делает. Даже если она будет звездой номер один. Апохаловеет. Апохаловеет. Мистер Попер веселее. Гриберай два раза быстрее. Мистер Попер. Я, честно говоря, не в теме, поэтому не могу никак прокомментировать. Ну, давайте все еще раз. Олеся задает вопрос. Настя, добрый день. На презентации клипа вы с мужем неотразимо красивое место. Вы хотите очень любящей парой. Спасибо. Хотелось бы узнать, это просто красивая фотография или действительно все так хорошо. Желаю вам счастья. Долгие, долгие, долгие. Очень слышно. Да так, вы знаете, договорились, я ему позвонила. Он прилетел из Абхазии, я говорю, пошли ко мне на презентацию клипа. Он говорит, о, а когда оно у тебя? Говорю, да тут пою. Вот. Ну, я решил так забежать на пять минут. Ну, дочка, все, живем вместе. Как это может быть? Это вопрос, конечно. Или это все картинки? Нет. Не картинки. Я его очень люблю. Ценю. И уже. А он нет. Распишите. Отвиждай. Давиду от Кати. Давид, если у вас девушка, и кто вам больше нравится, блондинки или брюнетки? Мне нравится, естественно, одетесь. Я не перевариваю девушек, у которых черные корни, и говорят, что они блондинки. Ну, зачем? Если Бог вас родил, брюнетка. Пожалуйста, будьте брюнетками. Брунетками. Крем-бруле и брюнетки. У меня скидка, между прочим. Я грузин, тихо. Да, я. Да, я брюнет. Вот. А если вы блондиков, почему не быть блондинкой? Мне нравятся естественные люди, которые ухожу из... Спасибо, спасибо, Дэн. Значит, то, что я блондинка и крашеная в чатине, я больше всего не разговариваю. Это не честно. Ты обманула всех. А все это и так знали. А девушка есть? Да. У меня. Влад пишет. Очень хорошо. Для Анастасии. Здравствуйте, Анастасия. У меня такой вопрос. Почему ваша каждая песня все слабее и слабее в вокальном плане? Их уже неинтересно слушать, эти песни на один раз. Вспыхнет свет по волнам между нами небо. Все это пусто. Лучше бы клипы на свои прежние песни снимали. Вот то шедеврище. Мама любила все за тебя, Вера. Тра-та-та. Очень много написано. Плохого, да? Ну, вот как бы критика. Все мельчает. Вот она сидит там себе по ту сторону компьютера и задает мне вопросы. Не нравится, не слушаешь, тебя не заставляю. Я экспериментирую, что хочу, то и делаю. Я творческий человек. В принципе, это его субъективное мнение. Это не может быть субъективным мнением. А мне все нравится. Все, что я делаю. Ну, ошиблись. Ну, ошиблись. Между прочим, мне последовал спы... Субъективно. Вы знаете, я много секретов знаю этих песен и почему они были сделаны. Поэтому, милый мой парнишка, не мне тебе объяснять, а вот кто-нибудь другой тебе будет объяснять, когда ты попадешь в шоу-бизнес. Когда ты попадешь в шоу-бизнес, и тебе будет кто-то иметь право сказать, что ты пойдешь за хернину, посмотри на тебя, какое у тебя будет выражение твоего глупого лица. Не нравится, не слушай. Не нравится, не слушай.